Всем привет! Да, 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 скажете, мы совсем пропали. Но, как говорится, дела есть дела. Во-первых, Ольга сейчас проходит стажировку 5 дней в неделю с утра до 15-16 часов. Мы, кстати, готовим видео о том, как проходит стажировка. Ольга все расскажет, чем занимается, где была на собеседованиях и так далее, и так далее. Во-вторых, у меня возникли кое-какие делишки. Решаю по чуть-чуть по мере поступления. Ну и, в-третьих, погодка нелетная. Но то, что мы пропали, можно сказать так, что мы копим силы. Сейчас приближается Рождество. Будут и рождественские ярмарки, и есть в планах посетить Королевский световой сад. Там очень красиво. А на рождественскую ярмарку также планируем выехать куда-либо. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, куда нам лучше выехать. Или во Вроцлав. Там очень красивая ярмарка. Или в Краков. Там тоже, говорят, очень красивая. А вот сегодня у меня закончился сиропчик, который я покупаю у Икеи. Посему волей-неволей придется ехать до Икеи. Вот. А пока еду, расскажу вам, какие у нас новости. И покажу район Зомьки. А в конце покажу вам М1. Там много разных магазинов. Икеи, Юла и прочее. Ну что, поехали. Ну, что у нас нового? Ольге купили. Тоже шоссер. Будет теперь, как лань, скакать по Варшаве. Ну, купили немножечко в уставшем состоянии. Поэтому сейчас находится в мастерской. Привозят ее в чувства. Ну, вторая новость. Как я и говорил. Сейчас Ольга проходит стажировку. И фильмик мы вам готовим. Ну вот. Докатились мы до Зомбок. Вот. Еще какая новость-то. Суженда. Пришло уведомление о том, что... Дуй на почту и получай децизию. Какую децизию, пока не знаю. Тут произошел косячок. А косячок... Такой. Короче, уведомление было. Такой махонький, узкий листочек. Закинули его в почтовый ящик. И оно там... Это уведомление успешно затерялось. При более детальном осмотре оно нашлось. Ну и также обнаружилось, что письмо три дня назад отправилось обратно до Ужонду. Ну я так думаю, ничего страшного. На днях я туда даду Ужонду доеду. Как раз заберем из ремонта... Велосипед Ольги. Ну и постараемся в Ужонде найти... Эту децизию. А может обратно мне ее отправили уже. Вот так и будем бегать. Что в децизии, неизвестно. Да. И если опять Адмова, то мы пойдем другим путем. Вот, кстати, в этом месте... Осенью ее тут было. Столько черной черемухи. Блин, и такая она вкусная и сладкая. Обалдеть. Прямо мое любимое место. Четчеремушное. Кроме черемухи. Также нашли тут, где растет шелковица. Ежевика. И все это в Варшаве. И еще что-то. Шелковица, ежевика. Земляничка. Где-то видели. Ну и яблочки. Самые первые их нашли. И дикие груши. Блин, набрали тогда с Ольгой диких этих мелких грушек. Сварили компот. Блин. Я так думаю, что вот даже вот вкуснее, чем из оккультуренных. Такой он вкусный, такой ароматный из этой дички. Прямо вот, как не знаю, в совковые времена, наверное, такие компотики были. Очень вкусно. Ну вот, ну вот и зонтки. Тоже такой. Уехав с большой той улицы, с машинами, тут уже такой вот райончик. Тихий, опрятный. Прикольный. Здесь что? Здесь тут прикольно, да? Стоят двумие дома. И вот здесь вот какой-то офис. Вот и прилика. Вот и писалось. Тут было вот какие-то сервисы автомобильные. А вот следующий. Жилой. Опять жилой, жилой. Тумбах опять какой-то там. Нотарюш. Строечка какая-то идет. Да, вот здесь все заросшее было. Это такое старое строение прикольное. Было все заросшее. И вот я смотрю, взялись приводить это все в чувство. Ну, тут еще одно такое. Ну, да, встречаются кое-где. Такие, как бы, то ли заброшечки, то ли что-то еще. Но у нас в основном все вот такое красивое, ухоженное. Даже не в основном, а, скажем так, в подавляющей массе. Погодка у нас вот такая вот стоит. Ну, правда, три дня подряд солнышка не было. И вечерком даже, точнее, в ночь падал снег, который сразу же растаял. На улице от 3 до 5 градусов. Ну, а сейчас ощущается как ноль. Ну, вот уже докатили до железной дороги. Сейчас здесь дизайн. Были быстрее. Продолжение следует... 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 сам костел школе вот эта стройка замутили вообще глазом не успели моргнуть это стоял тоже не очищенный участок а потом что-то чик-хоп раз 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 вот тебе дом сейчас еще вам что покажу только собянину это видео не показывайте а то ему эта идея понравится и он вам мозги все вынет с дизайном этот оленевод вонючий так вот смотрите проезжей часть с проезжей части на дворовую идет один вид плитки здесь вот вел дорожка здесь плитка гладенькая рядом идет пешеходная дорожка тут плитка такая более фактурная а на пересечении с пешеходной дорожкой другого цвета плитка ну и на дворовую территорию тут вот такая вот ячеистая и для труд для пешеходов гладенькая вот прикольно очень сделано только леневоду не показывайте и причем вот а вот эти все разные плитки это же город делает ну вот мы доехали до м1 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 м2 м2 м1 м2 м2 Вот что мне тут вообще прям в шоке от этого, наверное, до сих пор, так это то, что при ближайшем подъезде к перекрестку, все, машины прям бум, как вкопанные. Да, молодцы. Макро, макро. Так еще на разведку и не сходили, вот этот макро. Что там продают? Ну какой-то мульти, мультицентр. Типа метро. Ну здоровый. Вот этот макро. Типа метро. Ну и вот тут этот М1. То есть вот там вот этот макро. Вот здесь вот Медиамарт, Ашан и кучка прочих магазинов, склепиков. Дальше Икея. Аж две штуки. Одна такая обычная, а вторую они сделали, чтобы обычную разгрузить. Там часть самообслугового, а часть по... По интернету, то, что мы заказывали. Ну или то, что мы заказывали в Икея на терминале. То есть там люди приходят, им уже все готовое к выдаче предоставляют. Поехали на кольцо. Вот, 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 вот. науки а вот а вот юла у нас есть это строительные хозяйственные всякие такие вещи там вот спорт спорт директ огромный аутлет спортивный просто огромный ну и кучка таких вот магазинов идет она это все там же и лидл и шматье такая белая дача скажем так только варшавская ну что мы доехали сейчас будем смотреть есть ли мой сиропчик но все барашка привязал рядом со станцией чуть не забыл фонарик камера хранения все по-одинаковому а вот и магазинчик с сиропчиком надеюсь что с сиропчиком ай-яй-яй слушайте что-то я его не вижу но это жопа это наверное жопа но точно тут же бестро и в бестро нет моего сиропчика это очень-очень скверно но глинквейн что ли перейти и ухохохохохохох Продолжение следует... Ну, хреново. Ладно, тогда пойдем полопаем. И поедем даривать домой. Пока лопал, приключилась ночь. Ну, за сим все. Если только вот вам покажу, как это все вечером выглядит. Да, вон там. Еще одна Икея. И вот там ряд магазин стоит. Ну что, спасибо за просмотр. В следующем ролике вам покажем про стажировку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok